Поговорить об итогах минувшего года и определить основные задачи на год текущий. В этом зале собрался весь актив от Гехабльского района. С докладом перед ними выступил ныне действующий глава района Эдуард Дерев. По его словам, за 2017 год район добился заметных результатов в экономической, социальной и культурной сферах. Было благоустройство непосредственно по программе именно территории перед администрацией, это парковая зона. С дорожной инфраструктурой на 2018 год у нас запланированы три крупные дороги непосредственно в районном центре. Полный общекапитальный ремонт. Не такой легкий, а именно общекапитальный ремонт. А так, дорожный фонд, в каждом ауле работаем, платаем ямы и так далее. Но прогресс есть. Я думаю, все будет нормально. Сегодня основа экономики Адыгихабльского района и его сельское хозяйство. 22 тысячи гектаров пашни – это серьезная заявка на успех. Тем более, что в прошлом году в районе началась реализация инвестиционного проекта по обустройству садов интенсивного типа. Проект приоритетный, входящий в госпрограмму социально-экономического развития СКФО. Благодаря ему более сотни жителей республики уже смогли трудоустроиться и получать достойную зарплату. Вспомнив о положительных результатах прошлого года, собравшиеся перешли к планам на текущий год. Строительству новых социальных и культурных учреждений, реконструкции дорог и благоустройству парковых зон. Перспективы у нас много. Строительство непосредственно, да, объектов различной инфраструктуры. У нас там районный парк, реконструкция по программе. Потом у нас строительство школы в Адыгихабле, что немаловажный момент, потому что, ну, этот момент очень долго ждали. И с помощью главы республики непосредственно, я думаю, на 19-й год с Божьей помощью у нас получится это реализовать. А потом непосредственно строительство различных ДК в той части района, ДК в Старокувинске. Мы вот будем сдавать в этом году ДК в Апсуа. Перемены, конечно, ощущаются. Очень большие перемены. Много вот отремонтированы крыши домов, красиво смотрится. Школы отремонтированы частично. Детские сады, и все нас устраивает. Администрация. Очень много сделано. Безусловно, главным культурным событием этого года в районе должно стать открытие нового ДК в Ауле Апсуа. Он попал в федеральную программу устойчивого развития сельских территорий, реализация которой осуществляется на условиях софинансирования из регионального бюджета. И хотя по документам работы на ДК относятся к реконструкции, менять там пришлось абсолютно всё. Начиная с инженерных коммуникаций, заканчивая возведением некоторых стен. С открытием этого ДК культурная жизнь в Ауле снова будет бить ключом. Очень благодарны всем, кто принимает участие в строительстве нашего Дома культуры. В Ауле – это единственный центр, центр культуры, где могут встречаться и дети, и старшеклассники, и взрослое население. Администрация района и впредь будет предпринимать все меры для его социально-экономического развития. И в этом немаловажную роль должны играть сами местные жители. Ведь только совместными усилиями их район может и будет процветать. Ислам Жукаев, Заурли, Фархиз, 24.